Девушки отдыхают У колдовского бездонного озера Выштенецкого места заповедные, почти безлюдные. Два века назад здесь жил пастор-крестьонос Данилайтис, проповедник и поэт. «Время тяжкое наше, Исчадье силы нечистой, Грабить, бесчинствовать, Лгать, Ненасытной корысти в угоду, Ближних своих предавать, Да оплевывать имя Господне. Вот непреложный закон, Вот первая заповедь Нашей трижды проклятой Пары лихолетий нас посетивших. Ах, куда ни гляди, Все на выворот, все наизнанку». Субтитры создавал DimaTorzok «Ах, где ни гляди, все наиболее, все наиболее, все наиболее, все наиболее». Великому терпению учился у этих мест Крестьонос Данилайтис, когда почти сразу после учебы в столице Пруссии Кёнигсберге на богословском факультете университета попал в глухой поселок, опустошенный чумой. Окрестности обживались переселенцами из Зальцбурга. Литовские корни исчезали на глазах. Пастор столкнулся с ленивым бытом, пьянством, нищетой крестьян, с их детьми, забывавшими родной язык. Солнышко, мир будя, поднимается в небо все выше. Боры кустарник проснулись и ветви свои расправляют. Все, что на дне озер и в болотцах зазимовало, или под корявым пнем скоротало зиму в дремоте, все это нынче гурьбой потянулось приветствовать солнце. Люблю пахать, люблю ходить по земле, люблю косить. То есть есть такое удовольствие. Понравилась вот именно вот красота вот этой земли, то есть холмистость, леса рядом. Это я потом уже столкнулся, что лучше бы она была ровная и пахать было. Ха-ха-ха, хорошо. Каждое лето в поселок Чистые пруды к фермеру дяде Сереже приезжают дети. Юрка Зязев, Сережка Лоскутов, Таня Клочковская, Алешка Иванов. Всего 10 детей. У меня мать родила в 79-м году, не знаю даже кого. Вот так же бросила, как и меня. Неизвестно где находится, это брат или сестра. Ну у нас так судьба сложилась просто. Ну как у нас получилось так, что мы там, почему там обязательно обвинять родителей и еще что-нибудь. Я думаю, это как бы наша судьба. Если мы уж попали, то скидываем, значит это уже наша судьба. Сложные дети, все, наверное, сложные дети. Вот это интересные дети. Малыш, 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 малыш. Где? Надо муки еще. А что тут несколько штук и все, и мука будет вся. Характер, да. У всех у них характер, конечно, не позавидуешь. Вот, ну, я думаю, это лично не хочется рассказывать, но не все гладко. То есть и сложно. Просто уже так получилось, что мы в жизни познакомились с этими детьми, и уже как-то мы не мыслим дальнейшей своей жизни и работы, что у нас не будет с ними общения. Во-первых, пытайся им как-то помочь. Вот, если видишь, что если ребенок этот, с которым ты был знаком, общался, и он что-то перенял от тебя, там, или полезное, там, или смотрит, что он, или делает, как ты, то это уже приятно, что он чему-то доудобрым научился. Если у него будет возможность, вот, иметь хорошую работу, что он сможет и себя обеспечивать, и семью, вот. Но я думаю, что не получится так, что бесследно это все пропадет. Вот говорят, свинья грязная. Она чище в сто раз любого, вот возьмем, человека, она чище в сто раз, и я не брезгую их целовать. Грязная сверху, это пустяки, что сверху. Главное, что внутри. Я могу пройти всех свиней обцеловать, и даже не буду голову, это мытый рот, и все. В то время у нас была такая, или мода, или еще что-то, то есть разбирать на кирпичи, вот, и переезжать в город, и что-то строить. То есть я увидел этот дом, у меня появилось первое желание, это и сохранить его такой, как он есть, красивый. Хочу сделать туалет, хороший, мягко говоря, чтобы и для девочек, и для мальчиков были два туалета. Чтобы, как у нас привыкли, что в деревне, как вот были там, вот еще фильм этот, курочка, рябка говорит, что как ходили в этот туалет с дырочкой, так и ходили. Тот, кто с самой зари потрудился и тяжко намаясь, скромную снедью своей утоляет голод охотно, после воздав за милость благодарение, весел и свеж, и здоров ложится и засыпает, не превосходит ли тех, кто с утра, разрядясь как на праздник, морщатся, тяжко вздыхают и еле за ложку берутся. Стол, стулья, музыкальный инструмент для месс мастерил Данилайте своими руками. Умел все. За ним всегда носилась стайка детей, ведь первая должность его была учитель музыки, затем ректор школы в Шталупенине. Позже он увлекся врачеванием и постоянно возился с артутью, делал градусники. Было ему невдомек, что пары артути сокращают век. В 66 лет он умер. Церковная запись коротка, от крайнего истощения. Каждый из смертных родится на свет, как слабая почка. Почка, из коей цветок вылупляется с первоначала. Каждый в свой срок зацветает, понемногу свежесть утратит. Плод, наконец, возрастит и век тихонько окончит. Эдак со всеми бывает. То-то и видишь воочию всю кратость дней человечих. Травам, что всходят и вянут, подобны воистину люди. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Я живу, как я работаю, они видят, как я общаюсь в своей семье, как мы с женой, с ребеночком, со своим. Для них семья открытая, и я хочу, чтобы эти дети почувствовали вот этот контакт с моей семьей, и, может быть, они посмотрят и выберут для себя лучшие. Возле меня на земле останется жизнь. Так какую я создавала жизнь, она останется возле меня. Позле меня останется, дай Бог, может сын остаться возле меня. Сын продолжит какое-то дело, ну, пускай не мое, свое начнет. Он оставит после себя жизнь. Мы оставляем каждый после себя жизнь. И надо оставлять после себя жизнь не такую, как оставляем мы там, а надо оставлять воспитывать детей, оставлять их, ну, чтобы это был человек с большой буквы, а не какой-нибудь маньяк-убийца, на который на убийство. Этому мам много не надо. Это замахни нож и зарежь. Ткань у нас не толстая, долго ее пробивать не будешь. Господи, Боже, ты наш! Не тыль благодетель небесный в час изначальный, когда и думать еще не могли мы, Наше рождение замыслил и путь начертал нам грядущий. Все, что нам будет потребно, расчислил, как свет увидали. Силу телесную дал нам и разум пытливый, острый. Согласовал желания и чувства, и помыслы наши. Радости наши земные и горестки мудро расчислил, Каждому определив долготу его жизни на свете. Он, когда писал этот человек, он не задумывался о том, что его будут помнить потом. Просто, когда он на бумаге написал то, что он думает в своих мыслях, Это было наверняка, вот мне считают, что поэты наверняка все были немного одинокие, Сами с собой разговаривали. Поэтому он не думает, что его потом будут вспоминать. Перед самой смертью Данилайтец написал своему преемнику. Дай, Господи, чтобы ваши времена были легче моих. Жизнь, если так сказать, она идет одинаковая во все века и во все это время. Она идет одинаковая. Она не может быть разной. Скачок там, скачок здесь. Она одинаковая, она ровно идет. Просто нам кажется, вот там не было войны в том, два века, например, назад, а тут есть война. Но это какой-то перерыв того, чего человечество создало. Какая-то штука. Какая-то штука. Сынка. Сынка.